Нина Николаевна Крюкова уже давно наблюдается в 3-й городской больнице. Проблемы с позвоночником, а именно остеопороз, здесь удается решать бесплатно за счет фонда обязательного медицинского страхования. А тут вдруг информация о том, что услуги в больнице будут оказывать только платно. Сейчас она меня направила, у меня проблемы с позвоночником, я иду в 5-ю больницу. Она мне назначила, если мне там сделать, мне позвоночник 10 тысяч, а у меня пенсия 7,5, я иду в 5-ю больницу, сделает мне грудной, у меня 3 разрушены и здесь 3 разрушены. И это закрывают. Это где лечиться? В интернете появилась информация якобы от сотрудников учреждения, которые ссылались на прекращение выделенного финансирования. В сообщении говорилось, что в 2015 году в больнице был сокращен план госпитализации, а соответственно и денежных средств гериатрический центр получил меньше. Эту информацию комментирует в Министерстве здравоохранения Нижегородской области. Откуда такая информация поступила, которая взбодоражила, естественно, через средства массовой информации, наверное, взбодоражила и наше население, что неправильно, потому что эта информация недостоверная. И по этому поводу, как я сказала, сейчас исполняющий обязанности главного врача пишет объяснительную записку, откуда такая информация взялась. Потому что главный врач должен обеспечить госпитализацию пациента, если есть на это показания. Это его прямая обязанность. Мы не имеем права отказывать пациенту, если есть показания, в лечении. Болицу номер 3 – единственное учреждение в регионе, которое оказывает помощь пожилым людям, а также пациентам с признаками преждевременного старения. Сюда кладут только по плану. Его утверждают в начале года. Как и в 2014, так и в этом план составлял 5098 человек. Но уже за 9 месяцев в больнице прошли лечение более 4,5 тысяч пациентов. Эта цифра вынудила руководство больницы обратиться в региональное министерство здравоохранения и попросить об увеличении числа госпитализации до 300 человек. Пока вопрос решался, в больнице действительно некоторым пациентам предлагали повременить с госпитализацией. Такие случаи, да, немножко здесь было, они немножко сейчас вынуждены придерживать госпитализацию из-за того, что объемы на данный момент выполнены. Если сейчас ситуация разрешится с этим вопросом, то, соответственно, все, кто стоит у нас в очереди на лечение, они все лечения будут проводиться. Их вызовут на госпитализацию. По закону, отсрочка в плановой госпитализации может составлять до 30 дней. Еще в конце октября просьба об увеличении была удовлетворена. Сейчас вопрос находится на стадии перечисления Центру денежных средств. Сегодня последний день сдачи реестров. Соответственно, за октябрь был направлен аванс в лечебное учреждение. Они получили его в полном объеме. Аванс составляет 50% от среднемесячного объема средств. И окончательный расчет за октябрь месяц лечебное учреждение получит до 15 ноября. Вот это такой ответ на ваш вопрос. Задержек финансирования нет. На сегодня третья больница работает в прежнем режиме. Никому в госпитализации не отказывают. Алистина Батурина, Михаил Городников, Объективное ННТВ. Продолжение следует...